Друзья, всем привет! Меня зовут Лёша и вы на канале Жизнь на пасеке, мёд и пчёлы. И я хочу сегодня выложить видео, потому что давно не выложил, кроме коротких видео. В связи с тем, что я являюсь пчелодом выходного дня и я редко сюда приезжал в последнее время что-то делать. Да и работы особой не было, потому что взяток у нас шёл слабоватый. И мы видели, как пчёлы не активно носили нектар. Погода очень сильно менялась, было переменчивое. Сегодня 7 сентября и сегодня будет последняя откачка мёда в этом году. Сокращение гнёзд и будем закармливать пчёл. Если в том году мы это делали 15 сентября, позапрошлом году мы делали это 15 сентября, то погода очень сильно изменилась. Сегодня 17 градусов на улице, солнечная погода. В последующие дни передают уже понижение температуры, дожди, потом какое-то похолодание. И поэтому мы не будем рисковать. Просто откатаем мёд и просто покажу процесс вообще, как достаю. Как он выглядит, как выглядят соты, которые заполнены. И вы это всё увидите своими глазами. Смотрю, первым делом более сильные семьи. Одну просмотрел, не ожидал. Мёда очень мало. Вы видите, как рамки они практически на процентов 50 только заполнены. Берём следующую. Вот местами. Взятка практически не было. Из-за погоды. И других каких-то факторов. То есть что-то есть, но... То, что в прошлом году мы взяли, у нас даже при последней откатке у нас были полные магазины. Полностью полные. Ну, радует, что хоть что-то. В прошлом году гречку посадили 800 метров от нас. И пчёлы летали. Это было всё заполнено. Вот ещё осмотрел одну семью. Она сильная, но запечатка в магазине на 30-40%. Вернее, мёд и запечатка. И вот мне ещё один вопрос непонятен. Кто с этим сталкивался, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Первый год я попробовал сделать мёд в кассетах. Потому что люди спрашивали, сотовый мёд целую рамку купить дорого. И я вставил такие кассеты. Но перед... Вот сейчас последняя ткачка мёда. До этого, которое ещё было, вокруг неё соты были с мёдом, были запечатаны. Но настолько здесь процесс медленный нашёл. Я думал, сейчас как бы что-то изменится. И в результате с середины начинают пчёлы заполнять мёдом. Запечатывают. Боковые просто не трогали. Вот вторая сторона. Как бы вообще не особо красивая. Вот у меня две такие рамки здесь в улье. Вот эту вообще не трогали. Оттянули только. Ещё в одном улье тоже две такие рамки. Кто сталкивался, подскажите, в чём причина. Вот ещё посмотрим одну семью. У меня есть видео о том, как я готовил эти баночки с плащинкой. Но моя ошибка в том, что я очень поздно поставил все эти мероприятия. Лучше всего проводить это в мае, когда сады цветут, когда есть какой-то взяток в природе. Вот. Я же в конце июня поставил. Я думал, до сентября достаточно будет. У нас тут то сухо, то дожди. Взяток очень маленький. Если присмотреться, то пчёлы, они только-только начали вот эту вот овощинку оттягивать. Вот. Есть какие-то более... Вот она оттянута. Где-то мелкие кусочки я крестики ставил, где-то более крупные. Но, в принципе, я ничего не потеряю в том, что я... В том, что я эти баночки поставлю уже на следующий год. Поставлю их максимально рано. Вместо какого-либо магазина. Просто. И основа уже есть. Я просто аккуратно закрою крышечками. Вот. Просто что... Планировал, что будет в этом году. И... Очень интересная идея. Но... Взятка не было. И ошибка в том, что я сделал это поздно. Надо было раньше. Надо было в мае. У меня есть семья, в которую я вообще... Без минимальной экипировки даже не рискую лезть. Я сейчас отдел двое штанов. Отдел свитер под вот эту вот байку. Под эту экипировочную куртку. Потому что вот эти... Вот эти пчелки у меня. Они настолько свирепые. И что самое интересное. Весной семья настолько слабая была. Она вышла из зимы. Вот. А сейчас она грызет так, что... Восы летают. Сейчас я хочу просто показать. Я обычно ее оставляю на потом. Потому что она тут начинает потом атаковать всех, кто в округе. Я помню, один раз даже убегал. В дом зашел. Они даже в веранду за мной. Обычно как-то за дверь они уже останавливаются. Здесь смотришь. Я вам покажу, насколько она у меня такая свирепая. И она стала очень сильной семьей. Она мне при первой откачке немало меда дала. Сейчас взятки не было. И не знаю, что как. Даже два магазина стояло на перспективу. Забираем все рамки, чтобы гнездо сократить. Вот сейчас начинают атаковать. Наверное, поняли. Я сейчас завожу клинг гнездо. По верхнему магазину особо не чувствовали. Сейчас посмотрим, что к чему. Как за прополисовали. Снимаем ферму магазин. Снимаем выставку. И погнали. Взяток закончился. Практически не так. Не было чего носить. На эту семью у меня были большие надежды. Но результат-то нет, кто его нет. Вот здесь рамки хотя бы на 60% залиты медом и запечатаны. Вот центральные рамки. Вот центральные рамки. Лиже в центру тоже как бы все неплохо. Она и сейчас относится на всех других семей. Дала, в принципе, хороший показатель. Вот начинают тут тихонько щемить меня. Но, на удивление, они какие-то очень спокойные. Они мне прокусывали даже эту куртку, если я под низ ничего не одевал. Поэтому отдел я байку на всякий случай. Когда одна-две-пять скусают, то еще ладно. Когда постоянно начинают... Со мной припили как бы нормально. Был бы в одних, начали бы прокусывать. А кустых вообще много. Просто одна сушь. Практически ничего нет. По сравнению с прошлым годом, как-то непривычно. Вот так. Иногда бывают такие результаты, которые... Которые не видишь, но хотел бы. Вот, друзья, вот такой вот процесс на пасеке. Я уже два дня... Все это один. Сегодня, вчера, в помощь никого нету. Обычно родители помогают. Но на работу погода у нас ухудшается. Поэтому поехал один. Видите, сколько успею, столько успею. Сильная семья. Практически все рамки обсиживает. Но... Даже когда нету взятка, то... Даже сила семьи, она мало чем поможет. Сократил до 10 рамок в этом гнезде. Вот они полноценно обсиживают. Сейчас составные доски. Притык сделаю и положу потолочные доски. И, думаю, через пару дней начнем закармливать. А тем временем, подходит к концу 8 сентября. Второй день занимаюсь откачкой меда. Ночи становятся холодные. Солнце садится рано. На градуснике 10 градусов и уже 9-й час вечера. Сейчас покажу вам место, где я дружусь уже практически вторую ночь, откачивая мед. Вот, так сказать, мой рабочий кабинет. Это парилка. Парилка бани, которая находится у нас в деревне. Самое подходящее место, где можно спрятаться, чтобы пчелы сюда не залетели. Все очень герметично, окна закрыты. Вот медагонка на три рамки. Вот эти вот соты стоят вверху слева, которые уже откачаны. А вот эти мне придется распечатывать. И думаю, что сегодня тоже до часа ночи, как минимум, пока все это откатаю. И вот так беру каждую рамочку. Она закрыта специальной запечаткой, которая называется забрус. Очень, кстати, полезная вещь. Вот. И беру специальной вилочкой. Каждую рамку вот так вот надковыриваю, чтобы потом можно было поставить медагонку. И уже под действием центробежных сил откачать этот мед. Вот так оно снимается с помощью вилочки. И дальше она уходит сюда в медагонку, ставится в кассету. И когда я начинаю все это прокручивать, под действием центробежных сил, все содержимое, весь содержимый мед из рамок, он просто выбрызгивается на вот эти вот стеночки, стекает. И вот, видите, внизу уже образовывается мед, который я уже буду, соответственно, пропускать через сито, фильтровать. И на выхлопе будет хороший, красивый мед. Друзья, я надеюсь, что вам это видео было интересно. Вы изнутри увидели те процессы, которые проходят на пасеке. Вы увидели улей изнутри, увидели рамки, запечатанные с медом, увидели, как они распечатываются, и куда потом дальше идут, и как вообще добывается мед. И надеюсь, вам было не скучно. И если вам понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!